В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. Восстановление зданий, благоустройство сквера и дворов. Решение проблем со входа Кряж сдвинулось с мертвой точки. После того, как глава администрации Олег Фурсов посетил Кряж и встретился с местными жителями, он дал соответствующее поручение руководителям профильных ведомств. Об их исполнении расскажет наш корреспондент. Словший некогда культурным центром совхоза Кряж, клуб «Русь» превратился в пристанище личностей бескультурных. Распитие горячительных напитков, крики, драки, а порой и пожары – обязательная ежевечерняя программа. Хотя раньше здесь проводились съезды областного масштаба, а для жителей выступали даже иностранные артисты. А здесь столько кружков было. Такой клуб, такой зал на 360 мест. Тут и голосование было. Ну все, в общем, это была вторая жизнь здесь была в этом клубе. Жители обратились к главе администрации Олегу Фурсову. Либо спасти дом культуры, либо снести. По поручению главы была проведена экспертиза. О ее результатах доложили на оперативном городском совещании. В связи с тем, что не была выполнена консервация по данному объекту, в настоящее время наблюдается физическое разрушение несущей конструкции. Для того, чтобы этот объект эксплуатировать, необходимо детальное обследование техническое, проект на усилие несущей конструкции. Сквер скорбящей матери, который примыкает к Дому культуры, уже начали приводить в порядок силами городской администрации. В 2014 году там проходил ремонт, где было приведено нормальное состояние тротуары из асфальта, бетона, борт, газоны. Деревья мы еще дополнительно обрезали после встречи с жителями на месте. По мнению главы администрации Олега Фурсова, зеленую территорию необходимо улучшить, чтобы жителям было комфортно проводить здесь время. В парке должны быть и лаврочки, должны быть и клумбы цветочные обязательно, чтобы людей сдавалось настроение. А то он как выходной двор там у вас был, все вытоплено. Благоустройство внутри дворовых территорий, качество питьевой воды, организация аптечного пункта. Поручения, которые дал глава администрации своим подчиненным после посещения совхоза Кряж, исполняются в положенные сроки и находятся на личном контроле Олега Фурсова. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Угроза потери работы и задержек по выплатам зарплаты нависла над сотрудниками компании «Возрождение», «Горл Петролиум» и «Сити Оилл». Больше года компания судится с одним из собственников. Перед очередным заседанием с представителями сторон встретилась наша съемочная группа. 80 сотрудников компании рискуют остаться без работы. Люди обслуживают 5 автозаправок по всему городу, которые относятся к собственности компании «Возрождение», «Горл Петролиум» и «Сити Оилл». Один из участников общества, Алина Гордиенко, подала заявление о мошенничестве. Якобы из собственности компании была незаконно выведена недвижимость стоимостью в 16 миллионов рублей. По решению первого заседания суда, счета «Возрождение», «Горл Петролиум» и «Сити Оилл» арестовали. Но областной суд постановление отменил, и дело вновь ушло на рассмотрение в Ленинский районный суд. Мы просто делаем вывод, что здесь Алина Леонидовна добивается просто парализации действенности компании, они вовсе не борются за свои какие-то права. Гражданку Гордиенко представляет следователь Филипп Адегов, который настаивает на аресте корпоративного имущества и заморозке счетов компаний. Прояснить свою позицию журналистам он отказался. У следственного управления все будут комментарии. Просто вы как представитель? Нет, представитель у нас есть официальное следственное управление. Вот у него и спрашивайте, я следую. То есть вы не будете давать комментарии? Нет. Ходатайство об аресте имущества суд отклонил. Теперь представители компании будут добиваться закрытия уголовного дела как необоснованного, а заявители могут обжаловать решение суда в течение 10 дней. Алина Чемерис, Алексей Золотеньков, События. Сегодня больше половины всех пассажиров выбирают именно трамваи и троллейбусы. Это около 300 тысяч человек в сутки. Трамвайная сеть Самары – одна из крупнейших в стране. Протяженность путей составляет более 160 километров. Ежедневно на городские улицы выходят почти 300 трамваев и немногим меньше троллейбусов. Управляют машинами настоящие профессионалы своего дела. Наш следующий сюжет о лучшем водителе трамвая по итогам всероссийского конкурса. Небывалая популярность обрушилась на Зульфирю Резванову после победы во всероссийском конкурсе водителей трамваев. Став звездой местных телеэфиров, звездной болезни Зульфиряне поддалась. Такая известность скорее ответственности добавляет, признается девушка. Все равно же внимание совсем другое, пристальное. То есть если там, допустим, кому-то что-то, ну скажем так, проститься, то все равно я как бы наведу. То есть если я там где-то что-то нарушу, это уже будет сразу заметно. В профессии Зульфиря Резванова уже 7 лет. Самое трудное, говорит, это вставать в 3 часа утра, чтобы вовремя выйти в рейс. А без прически и макияжа нельзя. Даже управляя трамваем, женщина должна оставаться женщиной. А вот расхожий среди мужчин миф о дамских водительских способностях Зульфиряне оправдала. За все время ни одной аварии. Я просто стараюсь не расслабляться на линии, потому что вот стоит хотя бы на минуточку расслабиться, и ну все может произойти. Потому что на самом деле кругом люди, кругом машины, и кто-то по телефону разговаривает, кто-то о чем-то своем думает, кто-то в наушниках ходит. Никогда не угадаешь, чего от них ждать. Пассажиры водителей Зульфирю Резванову любят и уважают. Уже много лет девушка работает на одном маршруте. Родной, родной маршрут, правда. Я вот себя там чувствую просто как рыба в воде. Ну не бывает рутина. Бывает такое, что даже одним и тем же графиком работаешь несколько дней подряд, и все равно каждый день все по-разному. Вот я не знаю, с чем это связано, но каждый день, как в первый раз. В свободное от работы время Зульфиря предпочитает быть пассажиром. Шутит, так она набирается сил. Ведь в планах снова участвовать в конкурсе водительского мастерства и снова одержать победу. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, События. Сотрудники Самарской областной клинической больницы возложили цветы к памятнику Владимиру Середавиному, заслуженному врачу Российской Федерации, в память о дне его рождения. 26 июля ему исполнилось бы 79 лет. С его именем связано масштабное строительство современных зданий больницы. Он лично участвовал в нем, изучал технические документы, лучше всех знал коммуникации зданий. Он находился здесь по 12 часов. Если нужно было, он и ночью находился. Если какая-то ситуация экстренная, то он сутками здесь находился. Это был просто чудесный человек, глобальный человек, прекрасный руководитель. В нем сочеталась и строгость, и мягкость, и сердечность. Девиз его всей жизни был – спешите делать добро. Память великого поэта и актера Владимира Высоцкого почтили регатой. Более двух тысяч яхт по всей России отправились в плавание. Регата, придуманная в Самаре, проходит и в Петербурге, и во Владивостоке. Самарский этап собрал 35 экипажей. Белый парус, как символ мятежного духа, поэта, актера, автора, исполнителя песен, которые и спустя десятилетия не теряют своей актуальности. И как ветер волнует водную гладь, бередят души поклонников. Владимир Высоцкого в Самаре помнят и любят. Он был нерв эпохи нашей, потому что он душу свою сжигал. Вот так вот. Для нас. Это человек, который покорил мир своим талантом, своей какой-то душой. Каждому событию, происходящему в нашей жизни, лучше, чем Высоцкий. Обо всем, что нас волнует, вообще никто не сказал. Вот уже 15 лет в памяти кумире миллионов. В путь пускаются яхты. Но сперва поклонники Высоцкого и участники регаты собираются с цветами у памятника, рядом с дворцем спорта. Впервые регата памяти Высоцкого прошла в Самаре в 2001 году. Через два года она стала всероссийской. Фестиваль парусного спорта под песней Высоцкого охватывает пять городов. Сочи, Санкт-Петербург, Владивосток, Самару, Тольятти. Участниками становится более двух тысяч человек. Была идея такая творческая. И, в общем-то, она является беспрецедентной, потому что это живой памятник актеру. То есть вот парус и песня Высоцкого, которые трепещут в ветре, в волнах, учитывая его такую морскую душу, белые паруса, как чайки, поднимутся над Волгой и будет дан старт. Старт регаты в Самаре, как правило, дают на острове Голодный. Маршрут меняется год от года в зависимости от направления ветра. В этом году ветер дул с северо-запада со скоростью 5-8 метров в секунду. А значит, скорость движения парусных судов около 15-20 километров в час. Опытным спортсменам и любителям предстояло пройти две морские мили. В Тольятти дистанция 20 миль. На эту регату всегда приезжало очень много спортсменов. Вчера у нас проводились соревнования среди детей. Сегодня будет проводиться регата среди крейсерских яхт. Ночью сегодня прошлюзовались и пришли около пяти экипажей из города Тольятти. Участие может принять кто угодно. Главное, чтобы принял человек участие влюбленный в парусный спорт и в Высоцкого. Стартует яхта одновременно. Затем их делят на классы, чтобы судейство было объективным. В регате, конечно, есть победители, которым достаются и кубки, и призы. Но цель участников все же не победа. В фестиваль их ведут стихи и песни Владимира Высоцкого, которым подпевает даже ветер. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Нас мало, но мы в тельняшках. В Самаре масштабно отметили день военно-морского флота. Сотни моряков и морских пехотинцев собрались на Самарской набережной у Ладии, чтобы поздравить друг друга с профессиональным праздником и вместе с десятками тысяч жителей стать свидетелями реконструкции одной из крупнейших десантных операций Днепровской флотилии во времена Великой Отечественной войны – битвы за Пинск. Подробнее расскажет Павел Баймаков. Форма с иголочкой, боевой дух на высоте. На Самарской набережной сотни моряков и морских пехотинцев. Сегодня их праздник. В этот день многие вспоминают все тяготы и радости службы. По-разному было. Всякое было. Бывало легко, бывало тяжело. Бывало очень тяжело. Ну, когда одеваешь на плечо якорь, а на голову черный берет и начинаешь называться морским пехотинцем, я думаю, что позорно не выдержать любые испытания. Чтобы не быть голословными, обратились к страницам истории. Над Волгой раздалось эхо прошлого, давно ушедшего, 1944 года. Десятки тысяч жителей стали свидетелями реконструкции одной из крупнейших десантных операций Днепровской флотилии во времена Великой Отечественной войны – битвы за белорусский город Пинск. На этот раз награждали героев нашего времени. Ордена Калашникова второй степени удостоился и глава Самарской городской думы, ветеран морской пехоты Александр Фетисов. По его словам, реконструкция исторических событий – это большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Очень здорово, что на нашей Волгской Самарской земле реализуется очень много патриотических проектов, которые, как мне кажется, не носят формального характера, а они очень интересные, и у ребят, у молодежи есть возможность участия. Среди тех ребят, которые вот здесь участвовали в реконструкции, большое количество молодежи, ребят из интернатов, из детских домов. Мы видели, что ребятишки поднимались в атаку за родину, и это было не нарисовано, не притворно, они реально шли в бой. Поэтому дай Бог, чтобы они также поднялись в случае необходимости на защиту нашей родины. В реконструкции битвы за Пинск приняли участие около 200 человек – членов военно-патриотических клубов Самары, Самарской области и других регионов Привожского федерального округа. Остроты действу добавила и восстановленная техника времен Великой Отечественной войны. Это и легендарный речной танк БК-73, и уникальный американский автомобиль «Амфибия», который теперь есть только в Самаре. Поддержку с воздуха участникам реконструкции оказал и легендарный бомбардировщик ПО-2, который, как всегда, не оставил противнику ни единого шанса. Наши фашисты! Освобождение белорусского города Пинска вошло во все учебники военной истории как образец смелости. С взятием советскими войсками Пинска выход к границам СССР был открыт. В последующем все попытки фашистов закрепиться уже не имели успеха. Через две недели был освобожден Брест, и советские бойцы восстановили символичный столб границы СССР. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Была запасной. Теперь третья. Самара станет третьей столицей чемпионата мира по футболу 2018 года. На стадионе «Космос-арена» в районе радиоцентра пройдут 1-4 финала чемпионата. Также он станет местом проведения одного из матчей сборной России группового этапа. Такое решение принято Министерством спорта России совместно с FIFA. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Самара примет 4 матча группового этапа. Чемпионат мира – матч 1-8 финала и 1-4 финала. Кроме Самары, право проведения матчей с участием сборной России получили лишь Москва и Санкт-Петербург. Впереди у областной столицы серьезная подготовка. А вот настрой на праздник и радушную встречу гостей у горожан уже есть. По-настоящему спортивный дух царил на набережной, где проходила прямая трансляция предварительной жеребьевки к чемпионату. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 – это Россия. Город ждет и готовится. Ряды футбольных болельщиков постепенно растут. Болеют, конечно, за Россию и за Самару. Чемпионат мира для Самары – событие поистине грандиозное. Тем более, что на нашем стадионе «Космос-арена» пройдут игры четверть финала и выступит национальная сборная. Посмотреть вживую на такие мировые команды было бы очень круто. А во-вторых, это действительно реконструкция дорог, зданий каких-то. Поэтому это тоже очень круто. Спортивный азарт и атмосфера единения на празднике на набережной. Здесь же прямая трансляция предварительной жеребьевки к чемпионату мира из Санкт-Петербурга. Где решается, с кем сразятся полторы сотни мировых сборных в отборочных турнирах. Порядка 800 матчей пройдут до 2017 года. Выяснилось, и с какими командами в товарищеских матчах сыграет Россия, которая уже в чемпионате на правах хозяйки. Это Бельгия, Греция, Эстония, Кипр, Босния и Герцеговина. Выступление от фитнес-команд «Аквакрим» и возможность пообщаться с футболистами «Крыльев». Очередь за автографами, к которым выстроилась длинная. У нас очень дружелюбный народ. И я думаю, что приезжим гостям очень понравится наш город, наша инфраструктура, которая улучшается уже сейчас. К этапу предварительной жеребьевки приурочили фестиваль «Футбол в сердце Самары». В нем состязались по 8 команд юношей и девушек. Финал и награждение прошли на набережной. Чемпионат, который будет проходить в 2018 году, именно одни из туров будут проходить в Самаре. Наши жители будут к этому просто готовы. И мы проведем его на отличном, высоком, профессиональном уровне. День чемпионата еще три года, а футбольный бум уже охватил Самару. Особенно молодое поколение. Количество футбольных турниров в городе увеличилось в два раза. Вдвое выросло и число молодежных футбольных команд. Причем девчонки не стоят в стороне. И в настрой на победу могут посоперничать с сильным полом. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Надежды на чемпионат. Какие изменения уже видны и что впереди. Чего ждут самарцы от Мундиаля, узнавала Марина Кравцова. Самара примет гостей из разных стран. То есть мы как бы покажемся в мировом масштабе. Это большие плюсы. Это развитие инфраструктуры. У нас новый аэропорт, у нас новые дороги. У нас будет новый стадион. Они улучшатся в России и в Европе. Это для нашего будущего, для наших детей. Я думаю, что город преобразится. Как бы сейчас это уже видно. И мы очень рады, что это будет в ближайшее время. Придут, наверное, в город какие-то средства из бюджета, из федерального года. Прискушение прежде всего. То есть ожидание чего-то, каких-то изменений, каких-то новых построек. В городе, опять же, реконструкции зданий, реконструкции дорог. Пойти туда не знаю куда и принести то не знаю что. Вполне выполнимые задачи для тех, кто пришел на фестиваль «Однажды в сказке» в Литературный музей Алексея Толстого. Мариана Мирная тоже проходила сказочный квест. Оказавшись в сказке, главное выбрать правильный наряд. Из аксессуаров – головной убор, который должен отвечать выбранной роли. Маленькая Алиса, разумеется, принцесса корону выбирала с умом. Потому что там она в серебре и красные блестки. Выполнять волшебные задания интересно и детям, и взрослым. Попадая в волшебную страну сказок, родители тоже превращаются в принца, в принцесс и других персонажей. Детям очень нравится то, что получается, они попадают в мир сказки. Очень хочется ребенку показать. Тем более, сегодня здесь будут проводиться мастер-классы. Аквагрим, шоу мыльных пузырей, театр теней и еще множество различных площадок, на которых дети могут испытать свою силу, ловкость и сообразительность. Большой популярностью пользовался и самый страшный представитель квеста – трехголовый змей Горыныч. Когда идешь туда не знаю куда, запросто можно встретить и чудо чудное, и диво дивное, и даже вот такого страшного змея Горыныча. Но если его правильно покормить, он вас не тронет и ничего плохого вам не сделает. Фрукты, овощи, кабачки, баклажаны, огурцы – вот его рацион на сегодня. Кушай, кушай, мы хороший. За основу взяты и русские народные сказки, так и ребенок может сочинить свою. Потому что сказки, они, конечно, не читаются, они пересказываются устно. И мы даем ребенку такой шанс. То есть при входе он получает некий путеводитель, где он, ориентируясь на площадках, может еще дописать что-то свое. Очередной детский квест в доме-усадьбе Алексея Толстого пройдет после праздника Яблочного Спаса 22 августа. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. По благословению митрополита Самарского и Сызернского Сергия 7 августа в храм в честь Святой Блаженной Матроны Московской прибудет икона Пресвятой Богородицы Песчанская. Святыня будет находиться в храме до 10 августа. Ежедневно перед ней будут совершаться молебны и акафисты. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samargis.ru Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. У меня на этом пока все. Через минуту новости экономики. Не переключайтесь. Если ты можешь ставить банку свои условия, значит его баланс хуже, чем твой. А у банка российский кредит баланс был настолько плох, что он потерял лицензию. Центробанк отозвал ее, считая, что банк проводил высокорискованную кредитную политику. Как говорится в сообщении регулятора, решение принято в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. При этом банк предоставлял в Банк России недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности. Также права на работу лишились АМБ-банк и М-банк. Все три учреждения были участниками системы страхования вкладов. Это означает, что частные вкладчики смогут вернуть вложенные средства, сумма которых не превышает 1 миллион 400 тысяч рублей. Российская экономика перейдет к росту к концу 2015-го, началу 2016-го года. Об этом заявил аж сам премьер-министр. Разумеется, рост не будет фантастическим, но уже можно будет решать некоторые экономические задачи. По словам председателя правительства, до введения санкций российская экономика росла с той же скоростью, что и экономика Евросоюза. Однако факторы ее падения преодолимы. Да, всего лишь надо разобраться с рядом важных моментов, которые уже лет 20 не трогали, и все будет нормально. В Госдуму поступило предложение установить верхнюю ценовую границу стоимости авиабилета эконом-класса. Этакое госрегулирование цен, которое не коснется билетов других классов. Между прочим, ФАС давно пытается разобраться с некоторыми принципами тарифообразования в авиации. По идее, такая мера не нарушит рыночной конкуренции между авиаперевозчиками, а с другой стороны защитит пассажиров от вынужденной покупки слишком дорогого билета. Боюсь, что тут как с бензином получится. Борьба идет, бензин дорожает. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ опустился до отметки 1590 пунктов. Среди лидеров роста – полюс золота, НМТП, полиметалл, дикси и московская биржа. Лидеры падения – Русал, группа Пик, ТМК, Фос, Агро, МТС, Башнефть и Мечел. Снижение на российском рынке происходит на фоне падения фьючерсов на нефть. Торги в пятницу в Европе и США завершились в красной зоне. Азиатские рынки также показывают негативную динамику. Курс доллара на 27 июля – 58 рублей 3 копейки. Курс евро – 63 рубля 60 копеек. Золото стоит 2022 рубля за грамм. Серебро стоит 27 рублей 4 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent – 54 доллара 48 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова